Министерство финансов подвело предварительные итоги исполнения федерального бюджета страны с января по июль текущего года. Доходы выросли более чем на треть, на 35,9% и достигли 19,7 трлн рублей. По нефтегазовым доходам наблюдается устойчивая положительная динамика. Они прибавили 26%, а нефтегазовые доходы и вовсе подскочили более чем на 60% в следствии роста цен на российскую нефть. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам этого периода увеличились на 16,4%, превысив плановый уровень. Что касается расходов бюджета, они выросли почти на четверти и по итогам января и июля составили немногим более 21 трлн рублей. Ожидается, что в следующем месяце повышенные поступления нефтегазовых доходов продолжатся. В настоящее время исполнение бюджета идет в соответствии с целевыми параметрами. К концу августа 2024 года правительство завершит формирование нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В него войдут пять федеральных проектов. Это строительство новых морских курортов, увеличение производства отечественной продукции для отрасли, подготовка кадров, а также развитие туристской инфраструктуры в стране и повышение привлекательности отдельных регионов. Будут проработаны меры по цифровизации рынка, повышению производительности труда и развитию отраслевого образования. Туризм станет доступным для всех категорий граждан. Петербург готов к исполнению обновленного нацпроекта. Например, на месте бывшей промышленной площадки «Горская» под Сестрорецком планируется строительство курорта «Санкт-Петербург-Марина». Градостроительная документация будущего туристического кластера уже подготовлена. Там появится полноценная гавань, всесезонный бассейн, общественные пространства, гостиницы и рестораны. И продолжить тему. За первые полугодия Петербург посетили около пяти миллионов гостей. Это на 20% больше, чем за тот же период 2023 года. Город активно развивает направление семейного туризма. Доля таких путешественников достигла 53% от общего турпотока. О растущей привлекательности северной столицы говорят и цифры авиаперевозчиков. Этим летом 14% всех внутренних бронирований на рейсы туда и обратно в пределах страны приходится на Петербург. Чаще всего к нам прилетают туристы из Москвы. Это каждый пятый авиабилет. За ними следуют путешественники из Казани, Екатеринбурга, Калининграда и Челябинска. Для привлечения гостей из других регионов Комитет по развитию туризма ведет масштабную информационную кампанию в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Городские предприятия легкой промышленности стремительно развиваются. Оборот производителя одежды с января по июнь вырос в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. Сейчас он составляет 51 миллиард рублей. Если подробнее изучить данные Петростата с 2021 года, динамика восьмикрасная. Начать бизнес в этой сфере, по мнению экспертов, рынка стало значительно легче. У нас освободилось много ниш. И в эконом-сегменте, и в премиум-сегменте, и в люк-сегменте. И компании с хорошим менеджментом, они начали занимать эти сегменты. Рынок свободен, можно занимать, можно работать. И поэтому увеличилось производство. Не последнюю роль в увеличении оборота компании сыграл государственный заказ. Стабильное развитие обеспечивают и те программы поддержки предприятий, которые реализует город. Насколько от них зависит, они стараются помогать нам, стараются поддерживать предприятия. И тот лизинг, который сделали для предприятий малого бизнеса, это очень важно и очень весомо. Потом вопрос они решили со снижением ОСН. Не менее важен и городской проект «Петербургский дизайн», который дает дорогу молодым брендам. Сейчас в северной столице более 500 предприятий легкой промышленности. Год назад их было 450. Отмечу, что на рынке одежды петербуржцы конкурируют с другими отечественными производителями, а также с компаниями из Китая, Турции, Индии и Белоруссии. Выход на фондовый рынок для малого и среднего бизнеса может стать альтернативным способом привлечения дополнительных средств в проекты и сравниться по своей эффективности с льготными банковскими кредитами. Только в этом году отечественные предприниматели смогли получить 4,3 миллиарда рублей за счет выпуска биржевых облигаций. Данный показатель почти в два раза больше, чем за весь 2023 год. В этом им помогает государственная корпорация МСП. Этот инструмент сегодня активно пользуется популярностью у субъектов МСП, потому что он, в отличие от кредитов банковских, позволяет с меньшими кавенантами, с меньшими ограничениями привлекать денежные средства на достаточно длинные сроки. Это позволяет реализовывать инвестиционные программы, это позволяет компаниям привлекать оборотное финансирование на некую среднесрочную перспективу. Значительная часть запросов на поддержку при выпуске облигаций приходится на отечественные, производственные и высокотехнологичные компании, сферу торговли, сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности. Среди них есть и петербургские. Корпорация МСП выступает якорным инвестором в этом процессе, покрывает часть затрат на подготовку и размещение на бирже, помогает увеличить спрос на бумаги со стороны других участников рынка. И в завершении выпуска курс валют на завтра китайский юань. 11 рублей 81 копейка, доллар 85 рублей 95 копеек, евро 93 рубля 84 копейки, японская иена 59 копеек. Коллеги, к этой минуте у меня все. Передаю вам слово. Большое спасибо. Об экономическом развитии нашего города рассказала ведущая программы «Бизнес Петербург» Ольга Петрова. Кор هو qэайл бург